добрый день добрый вечер дорогие друзья говорит и показывает всемирный центр но бритуда из города героя ушараема широком смысле этого слова сегодня 22 севана 5 7 8 1 и мы естественно как всегда посвящаем нашу полному выздоровлению у и леница у ребенка слава вашем его состояние улучшается и даже я сегодня с ним говорил он понимает отвечает и это чрезвычайно нас радует и мы хотим чтобы он полностью полностью пришел в себя и тема на которую мы сегодня говорим это продолжение той темы о котором могли в прошлый раз свобода выбора там где рамбан говорит по чулу естественно он сразу же говорит по свободу выбора поскольку никакая чува невозможно если нету свободы выбора ведь если все если сама чува зависит от моего желания я изменяю свое желание но если как я могу его изменить и если я не имею свободы этого выбора поэтому рамбан объяснял на прошлой главе что человек действительно свободен и он выбирает и никто его к этому не принуждает поэтому все поступки наши в наших руках и поэтому и исправить свое желание вернуться от шувануться можем мы тоже и это зависит только от нас захотим сделаем чего не захотим не сделаем потому что хотеть того или иного желать чего-либо или не желать это зависит от мир и сегодня рамбан хочет нам объяснить те отрывки из танаха которых казалось бы речь идет о противоположном то есть есть такие места в танахе в которых мы видим что свобода выбора не существует по крайней мере в этой ситуации или она отбирается у человека и здесь рамбу хочет объяснить он говорит так ведь смотри есть кто и много таких мест и в словах пророков которые на самом деле которые на самом деле противоречат тому что я сказал есть прямо четкие такие высказывания четкие такие места в которых ясно написано что у человека нету как будто бы свободы выбора и я тебе сейчас ведь все эти места объясню объясню и ты увидишь что на самом деле противоречий много смотри прежде всего ты должен понять что когда или отдельный человек или целая страна интересно обратите внимание это очень мне кажется важно и интересно рамбам предполагая что не только отдельный человек но и все общество может сделать шум и действительно мы видим с вами что провоки обращаются часто странам мини к отдельным людям к израилю да например к иуде или израилю вообще или к вавилону и дому там я не знаю кому угодно бывает что и к отдельным людям но как раз чаще всего обращается к обществам к народам государства и поэтому здесь рамбам говорит или же это или же ежели отдельный товарищ или же целая страна наделали делов там наломали дров сделали что-то очень плохое нехорошее провинились и сделали это естественно по своему желанию выбору обратить внимание она подчеркивает что ответственность на человеке может быть только тогда да он делает что-либо по своему выбору я в скобочках приведу еще один пример мне кажется я в не помню по моему рамбам здесь его не привел но если и привел повторение мать учения есть в книге шумуэль рассказ о том как всевышний там буквально написано подстрекал подстрекал направлял давида посчитать народ на вид посчитал народ после этого был гнев всевышнего на израиль погибла куча людей и так далее и давид там спрашивают почему же он-то посчитал он провинился а вся это все это наказание свалилась на народ но и там есть развитие событий но прежде всего я хочу отметить что сам тонах там книги шумуэль подчеркивает что всевышний подстрекал давида пусть подстрекал он сделал это поневоле а если человек сделал что-либо поневоле тогда и претензий нету действительно давида мне было наказано претензия была к народу то есть есть мы говорим только о том что человек делает по выбору сознательно и по своему желанию как мы уже говорили понятно что за это бывает претензии поэтому всевышний может наказать или человека или народ и так далее и так далее это может быть в этом мире это может быть следующем мире допустим не будет у него там продолжение или же это могут быть какие-то платежи финансовые или какие-то телесные повреждения или еще что то то есть всякого рода последствия всех этих поступков его могут проявиться разным образом разным образом но есть такие преступления говорит рамба за которые за которые человек наказывается только в будущем мире то есть только после смерти у него там я не знаю что там не будем сейчас говорить что будет там продолжение не будет у него или гейном или что отдельная история но важно то что в этом мире у такого человека нет никаких проблем он абсолютно не имеет никаких ущербов в этом мире а мы кстати в это это видно и для него женам глаза иногда ты видишь человека на котором буквально но некуда ставить пробу что называется то есть человек с ног до головы абсолютные злодеи только злодейством занимаются идти виде что он процветает процветание злодеев это один из главнейших вопросов во всей нашей жизни и муж и про это говорил и пророки говорили как же так вот он злодеем процвета здесь равно ведь смотри вполне возможно что этому злодею вся его плата идет после смерти а при жизни он процветает и получает все то хорошее что ему полагается то есть есть разные разные категории мы не знаем как тот или иной то или иное злодейство наказывается и здесь смотрите очень важно про что говорит рамбом мы говорим это когда человек не сделал шуму то есть он совершил злодейство продолжал жить этом злодействие владестия в этом умер у него будут потом отдельный разбор но ежели человек совершил шуму шума это как щит перед всеми этими несчастьями наказания это он здесь рамбом цитирую пиркево пиркево вот написано что пшува это как три стресс это щит который защищает от стрел на эти древнем мире щит защищает от стрел и вот так же чува защищает от всех этих наказаний или они смягчаются садимся от шумы и поэтому мы говорим про человека который не сделал шуму а если он сделал шуму по желанию по своему и по сознанию то тогда конечно все эти вещи или по крайней многие из них отменяются а вот бывает иногда такое что человек совершил настолько большое преступление или же он совершил такое большое количество преступлений то есть перед нами есть человек у которого ну большой послужной список не всякий доходит до этого но иногда уж человек ну вот нечто чудовищное и тогда мне трамбом бывает такое что наказанием за его безобразие бывает то что у него отнимается свобода выбора чтобы он не сделал шуму и чтобы он умер и после этого больше никуда не продолжался то есть иногда человек настолько совершил настолько гнусные преступления что всевышний не дает ему сделать шуму чтобы он понес полное справедливое наказание теперь вы спросите но а где же справедливость а справедливость то заключается в том что выбрал то он свои свои вещи свой путь совершенно сознательно совершенно сознательно сейчас мы с вами увидим рамбом будет приводить примеры из тонаха и мы с вами просто разговаривали я приводил пример мне кажется он для меня многое объясняет что это похоже на алкоголизм или наркоманию оставил алкоголизм покоя возьмем наркоманию когда человек начинает просто из любопытства употреблять наркотические средства я не говорю о том что он лечится или там из разные да не будем ходить подробности но допустим он начинает просто из любопытства брать разговор наркотические средства и сначала он делает это совершенно независимо да то есть никто его там не принуждает ему нет какого-то желания большого а хочется вот это попробовать быть как все и быть в обществе и так далее так далее и он начинает начинает употреблять чуть-чуть еще чуть-чуть еще чуть на каком-то этапе он чувствует что он уже начинает привыкать к этому и без этого ему плохо а на каком-то этапе если он не останавливается рождается полная зависимость и здесь человек уже просто не может ничего с собой сделать то есть вот только если он запереть куда-нибудь на ключ вот это можно предотвратить у него поиск новой порции наркотиков то есть он уже не выбирает он не может выбрать он потерял свободу выбора и вы скажете как же да да но ведь он же не начал с этой стадии он же начал употреблять наркотики тогда когда его ничего еще не тянуло кроме интереса любопытства социального статуса кстати не надо брать какие-то наркотики можно брать обычные сигареты человек начинает курить потому что вот это карта с таким взрослым мужественным а потом действительно привыкает уже не может не говоря уже о том что один один очень как сказать курильщик со стажем настоящий что называется паровоз он мне говорит смотри я не знаю это правда или неправда но он говорит что вот эти курительные компании они специально добавляют в обычные в обычные нормальные обычные сигареты такие вещества которые специально порабощают человека то есть он уже не может отказаться потому что они потом пойдут еще 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 и сколько там цены не поднимая не воюй с курением люди которые на это подсели что называется уже это тоже вид наркомании зависимости но обратите внимание что этому предшествовал выбор и вот такие люди бы сейчас увидим это не каждый человек а это люди которые действительно долго злостно сознательно упорно выбирали зло и бывает что иногда уже человек перешел всю красную черту и он не может остановиться и такой человек действительно не может сделать потому что он не заметил как потерял свободу выбора давайте посмотрим какие примеры приводит рамба а кстати рама подчеркивает понимая что речь идет о том что эти люди выбрали свои преступления по своему желанию то есть начиналось все это продолжалось со свободы выбора пока не дошли до до этой красной черты где потеряли и это например рама приводит классический пример эта история с поро который не хотел отпускать израиль вторе написано в книге шмот а я укреплю сердце поро много раз написано что ашем говорит муше что он укрепит сердце поро что у нас не пошлет что я укрепляю его и много-много раз это встречается есть разные объяснения мы сейчас здесь идем по объяснению рамбом а рамбом понимает что все эти выражения означают что упала уже не было выбор я укреплю его сердце я не дам ему возможности отпустить израиль то есть он не отпускает израиль не потому что не потому что он не хочет отпустить а потому что он не может отпустить и тогда рамбом говорит ну что же такое получается что за что-то он погибает он и весь египет за что же погибают они же не могут не отпустить израиль по крайней мере пару тогда рамбом говорит смотри ты не думай что поро погиб за то что он не отпускал сынов израиля этого он сделать уже не мог здесь всевышний укрепил его сердце пусть его желание а за что же он расплатился а за то что он угнетал израиль до этого как сказано в книге шмот опять же самом начале давайте умудримся или перехитрим его сказал поро своему народу и давайте его его то есть израиль давайте его порабощать это как бы затем до долго до этого прорабощали порабощали 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 и это было настолько долго и злостно что здесь на ком-то этапе пара потерял свободу выбор свободу фараон теперь вы можете сказать вопрос какое-то был фараон но турон и не говорит такой фараон или такой фараон она их как бы используют как понятие и поэтому говорит полагается ему вот такое наказание чтобы не дать ему сделать шву чтобы погиб за свои предыдущие преступления то есть если он после всего того что он наделал сделают с придется как-то с ним мириться чтобы этого не сделал чего он сделал и за все его предыдущие преступления он понес тяжкое но справедливое наказание утонул в красном море теперь говорит рамбом окей но для чего же тогда муж и ничего рода аши все время поцелал муше и говорил бы пошли пошли мой народ да то есть как будто он все время призывал поро сделают шву пошли мой народ чё так ему посылаешь он не может что-то издевательство а это граммам для того чтобы люди все знали чтобы люди все знали что когда всевышний отбирает у человека свободу выбора он уже не может вернуться и погибнет своим злодействием за свое злодейство которое дело начало то есть никогда у человека не отбирается выбор просто так он родился и нет него выбора нет всегда люди доходят по своему свободному выбору до этого злодейство и тогда как наказание за злодеи это мы не понесли справедливое наказание не дают им делать шут то же самое он говорит и с сихона помните муше израиль находится на как раз вот книги бамид бар мы будем это обсуждать сихон и о гсихон два царства государства которые находятся на восточном берегу иордана и нам нужно пройти в эрскана и сихон не дает а ведь что написано за те преступления которые были у него раньше ему уже полагалось не дать ему сделать шум как сказала там книги бамид бар потому что укрепила шевелугим твой сердце его в дворе написано укрепил его дух и укрепил его сердце ты видишь что всевышний не дал сихону передумать или отступить муше ему дай пройти мышки не мешает нам собственно сихон ты ничем не мешает нам нужно только пройти выйти киордана быть нет ни до вышел на войну ну и погиб и даже канонейцы из-за своих извращений и мерзости ашем не дала сделать швуп поэтому они сделали чтобы они сделали войну с израилем как сказано книги и ушла потому что отношения было это укрепить их сердце на встречу куда выйти на встречу на войну с израилем чтобы их уничтожить то есть канонейцы того времени настолько уже развратились что не было никакого морального права оставлять их и поэтому ашем не дал им согласиться с условиями юшуа и принятие его условия и остаться под властью израиля и так далее они нет выбрали войну а война с канонейцами как известно была тотальной спрашивается почему же ашем не дал им сделать шву и примириться с юшуа а потому что они уже до этого столько всего наделали что это просто ужас кстати говоря насчет сихона в чем-то его преступления были а сихон вел там страшные жестокие войны с муавом и видимо там была такая жестокость что мало не покажется то есть мы даже с вами точно не знаем какие преступления совершил этот сихон но судя потому что написано книги бамидвар он и так уничтожал окружающие народы там видимость дикой жестокостью он поступил с муавитян и поэтому таких хулиганов оставлять уже аморально аморально и и также израиль во времена или я оба и трамбом когда они стали со страшной силой и он имеет северное царство израиль тоже злодействовать то в книге минахим написано что или я уговорит ты повернул их сердце назад то есть илья как бы упрекает севершнего приходит в претензии ты не даешь ему же сделать шву они вот как сумасшедшие идут в пропасть потому что на каком-то этапе общество вот это израильское северное настолько развратилась что уже невозможно было его оставлять поэтому ты не думай трамбом что эта вещь просто так какой-то каприз знаете нет нет это только люди которые долго-долго свободно свободно выбирали злодейство и хулиганство и действительно речь не идет о людях каких-то в эти мелких хулиганов речь идет о злодеях которые злодействовали в огромном международном даже масштабе кстати может быть сильно приведет он пример или нет в книге шов тем есть рассказ о том как был коин или который был начальником мешка не шило а два его сына хохни пенхас занимались безобразиями которыми даже которые записывать не хочется кто хочет может посмотреть в книге в книге шовки и всевышний посылал пророков к или и говорил вам слушай при струне своих сыновей это кончится плохо они безобразничают прямо в мешкане а он их не не приструнивал не упрекал ли упрекал знаете так нехорошо они ответы такие бандиты там делали не будет что и плевать хотели на эти уговоры папаши да и папаша не особенно честно говоря выходил из себя чтобы остановить весь этот балаган и поэтому в конце концов отобрал у них так прям и написано потом так выпало что влашнули что все хохни пенхас приговорены они не смогут сделать чего не погибнут они не смогут этого избежать но это повторяю это же после стольких предупреждений это после стольких преступлений теперь она говорит смотри он уже выводит формулу смотри нет такого что всевышний приговор приговорил поро злодействовать в отношении израиля и не приговорил психона не заставлял его злодействует своей стране и к нанейцев он не приговаривал и не постановлял и не заставлял их развращаться как они развращались до того что сжигали своих детей и израилем не заставлял заниматься водой за рот но когда все это они сделали сами многократно долго и так далее то за это получили виде наказания отбор отбор свободы выбора теперь здесь мы с вами видим а кстати в копках рамка замечает это я в скобках поставил в скобках что есть очень важный принцип что когда человек хочет делать добро всевышний помогает ему делать добро когда он хочет делать зло помогает ему делать зло то есть никогда всевышний не заставляет человека кроме повторяясь лучше когда отбирается свободу теперь раба возвращается к египту и говорит мы с вами говорили про товарища фараона до товарища фараона и и мы говорили что он не был наказан за то что не за то что не отпускал израиль из своей страны но какая какая может претензия ко всем египтянам ведь и я не тоже погибли весь египет погиб там или по крайней мере пострадал а ведь и на египте арах всех египте в целом был вот это было вот эта предопределенность этот приговор ведь это то что было сказано нашему отцу аврааму и будут порабощать их и мучить их а потом я их выведу оттуда и народ который мучает я его накажу это то что было сказано нашему аврааму нашему отцу аврааму и в союзе между рассеченными частями и казалось бы заранее ясно да там правда не написано что-то египет но допустим что-то египет что будет страна которая будет гнетать много ты не волнуйся с ними разберусь ничего не понимая говорит рама но ведь ежели заранее было предопределено египту угнетать израиль мы с вами что нам объяснил что иди что фараон был наказан за угнетение израиля не за то что он вывел за то что он не отпустил а то что угнетал но ведь это же было заранее известное предопределение было сказано нашему отцу аврааму что не отпустит и будут порабощать ну ты как-то опять и объяснишь наказание египтя и вот здесь рандом говорит очень интересную вещь он говорит смотри когда всевышний вот это предопределение говорит приговор что да вот египтяне правда повторяю ради справедливости даже слова египет не было упомянуто но допустим вот вся эта страна весит египет будут угнетать и мучить израиль ведь это не был приговор в трамбу предопределение для каждого отдельного человека никто отдельно под это предопределение не подходил и поэтому будет раба каждый отдельно взятые египте и здесь он конечно имеет ввиду и каждого отдельного взятого фараона они могли не угнетать то что есть приговор божественный что вот египет будет угнетать израиль это означает что все египтяне могут должны угнетать и у них нет свободы выбора нет приговор от общий на египет целом а ты конкретно египтянин там я не знаю не буду там называть их имен ты можешь это делать а можешь и не делать то есть мы видим что рамба приводит нам такую с логическую формулу что предопределение она касается общество в целом сегодня это правило социологическое она уже известны признанные что есть что общество в целом нет или как осторожно об этом говорит почти нет свободы выбора то есть общественное развитие той или иной социальной группы людей государства страны народа можно довольно таки спокойно предсказать предсказать более или менее этот национальный путь может ускориться может убыстриться да ты видишь вот такая эта страна ты знаешь как она функционировала этот народ в истории ты можешь примерно предсказать чем это дело кончится куда это идет ты можешь сказать как точно произойдут события насколько это быстро когда кто именно но в целом ты можешь себе представить зная правила функционирования на феминологию вот этого народа ты знаешь как это явление будет вести себя более-менее в будущем но ты никогда не знаешь как поведет себя отдельный товарищ приведу пример опять же не будем указывать на других пальцем приведем пример собственно например еврейский народ народ израиль всякий человек который изучал еврейскую историю всякий человек который знает функционирование фемина фемина логию этого явления знает как все это действует он прекрасно понимает что израиль функционирует в истории таким образом живет своей стране изгоняется возвращается изгоняется возвращается изгоняется понятно и если мы с вами возьмем тонах туда прямо сказано что какой-то момент будет окончательное возвращение и все будет хорошо если все эти правила ты знаешь то ты заранее можешь их предсказать то есть и тысячи лет назад людям которые это понимали было абсолютно ясно к вераму да и на юда леви и так далее они жили тысячи лет назад они прекрасно знали принципиально конечно что будет они знали что всевышний все равно вернет нас верится с вами и будет отстроен юршалаем и будет мигдаш и вернется пророчество и стра и сиона выйдет тура и вообще будет полная сказка это ясно заранее как это произойдет когда это произойдет кто конкретно приедет кто заслужит в каком поколении это вещь которые выясняются на месте но общая схема она она ясно вот сегодня мы сидим здесь и абсолютно ясно да что так как мы вернулись и восстановили свою государственность понятно что и быть мигдаш будет восстановлен понятно что среди длин будет понятно что вернется власть потомкам давида понятно же будет пророчество понятно что все народы будут подниматься об этом и дальше и полная сказка понятно с точки зрения принципиально все ясно только другое дело что никто не знает как это точно произойдет когда к каким образом какой ценой быстро долго тяжело войны не войны но принцип ясен теперь и поэтому рассказать что еврейского народа как и у любого другого социума скажем такое умное слово есть какая-то схема детерминистическая которая на основе которой он действует можно ускорить можно замедлить детали но в целом поведение и маршрут ясны означает ли это в отношении каждого отдельного индивидуума в еврейском например народе например мы знаем точно всегда знали что в еврейский народ соберется вераться своей все пророки об этом говорить окей означает ли это что каждый конкретный еврей живущий допустим в нашем поколении он обязательно вернется ничего подобного каждый отдельный товарищ делает свой отдельный выбор один бежит ярушала и желая строить быть мигдаш а другой бежит в канаду и там ассимилируется есть такие родственники и кто-то в новой зеландии уезжают оттуда куда сюда это дело непредсказуемое то есть каждый отдельный еврейский индивидуум абсолютно непредсказуем от свободы а общество в целом предсказуемого предсказуемо и его национальный маршрут не свободен то есть есть можно там ускорить и выстрелить в принципе одно и то же ускорить замедлить тяжело легко но в принципе маршрут ясен как самолет который летит так 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 ну самолетами главное чтобы они не пролетали на белоруссии надо иметь ну а так в общем все будет нормально теперь вот чем как же с египтянами вы смотри приговор при предназначении предопределенность были египту египет в целом будет угнетать израиль а ты чего лезешь тебя просили нет например и в нацистской германии нацистская германия делала то что она делала означает ли это что каждый отдельный немец у него не было выбора был и мы с вами знаем какие там были такие такие в ситуации люди в лесу совершенно по-другому их потрясающие люди в любых структурах включая гестапо и сс понимаете а ты знаешь ты видишь что каждый человек будет себя по-разному да и в советской россии давайте ты видишь токарича идет себя по-разному и в любой ситуации каждый ведет себя по-разному то есть предопределение историческое она касается только групп населения до общества народ я не знаю как это определить с точки зрения может быть научный что считается общество что не считается но допустим мы говорим про народ народ цел если ты его представляешь что ты примерно знаешь что с ним может произойти в будущем а вот отдельный человек всегда всегда свободен поэтому ведь фараон и египтяне погибли потому что угнетали израиль их лично никто не заставлял их лично издали и доказательством кстати является то что была большая группа египтян которая вышла с нами ты видишь была там замечательная группа египтян что даже в египте приказалась быть такая и там система страшная тоталитарная да это не то что у каждого есть интернет и он пишет читает что хочет и это абсолютное рабство порабощение ты видишь то и там в египте в древнем понимаете который называется дом рабов то есть нам трудно себе представить ту моральную ментальную духовную материальную порабощенность которая там и ты видишь есть множество людей травит множество которая вообще плюнула на все и вышла с нами это 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 поразительно но это показывает что каждого отдельного человека есть выбор вот это рамбом здесь объясняет наверное в его время это было большое новшество я думаю что сегодня эти вещи более более ясны и пришло время ваших вопросов если у нас сегодня вопросы добрый вечер добрый вечер такой вопрос ну скажем я живу в итальянском обществе у которого есть какая-то своя предопределенность могу ли я признать вы правы я правда очень плохо слышно я думаю что я понял вопрос вопрос был такой могу ли я как отдельный человек повлиять на предопределенный путь общества безусловно безусловно какие-то страшные опли да именно именно понятно что может потому что мой моя мое влияние может усилить может усилить может ослабить движение народа то есть оно может быть более легким более тяжелым более медленно более быстро мое 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 влияние может облегчить понимаете то есть понятно что народ должен что-то пережить допустим но есть я на него позитивно влияют добавляю ему моральных заслуг то эти вещи могут пройти легче проще без болезни мне кажется что это что что-то очень важно то есть я могу влиять на общество и мне кажется что это мой долг мой долг сделать так чтобы оказать на него благоприятное влияние опять же не всегда это и какие-то обращения знаете агитация а это вот мои допустим мои какие-то допустим личные заслуги и мои личные заслуги и я даю обществу чтобы оно прошло эти вещи более легко хороший вопрос есть у нас еще вопросы если у нас еще вопросы сегодня окей если появятся вопросы то вы знаете куда их посылать вы знаете куда их посылать телеграмме в чатницу и всего хорошего и до новых встреч еще один вопрос здравствуйте я хотел спросить вот стоит ли все таки вот это пара влияния одного человека стоит и человеку все-таки например но если он чувствует что он что народом поступает неправильно по какому-то вопросу может ли он например дать информацию влиять как-то информационной позиции например что вот они неправильно например вот у нас в ирландии например приели там наверное слышали что они осудили что как будто израиль аннексировал они первые в и вот и принципе ну например я там писал тоже этим чиновниками там и ну и другим тоже вот безусловно 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 вот например что ну ты должен сказать то что ты да у тебя другая позиция я думаю что выставить можно наверно опять же нельзя перейти границы там нельзя наверное начинать с ними спорить или доказывать просто на направлять на какие-то источники да 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 то есть вот один человек может как-то влиять немножко хотя бы но наверно как вы и говорили говорили раньше что всевышний видит видит что ты занимаешь эту позицию например корольную правильную позицию смотрите потом меня мои внуки спросят дедушка что ты делал такой-то момент я ему скажу смотри я вот откровенно говорил окей смог я или не смог там но я делал моя совесть чиста моя совесть чиста спасибо за те с удовольствием если у нас еще замечание вопросы ваши прекрасные окей тогда до новых встреч спасибо до свидания спасибо шалом danke как так ну 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 Продолжение следует...